Алло. Алло, Игорь? Алло, да. Привет. Да, привет-привет. Как дела у тебя? Все отлично. Как у тебя? Замечательно. Ну, как я так понимаю, встретиться у нас с тобой не получается. Давай проведем интервью по телефону сегодня. Да, я все есть во внимании. Есть минут у тебя 5-7? Да, конечно. Для тебя всегда есть. Отлично, замечательно. Итак, я тебя сейчас представлю. Игорь – это мой ученик, один из, ну, не самых первых предпринимателей, но один из самых успешных предпринимателей, который своего рода из грязи в князи перепрыгнул в достаточно короткий период времени. И сегодня я хочу всех своих подписчиков познакомить именно с тобой. И хочу, чтобы ты стал для них примером. Так же, как когда-то для тебя кто-то тоже был примером. И ты тоже хотел всё бросить и сделать свою жизнь намного лучше. Ведь это было именно так? Думаю, что именно так это было, да. Я тебе сейчас хочу задать несколько вопросов. И очень бы хотел от тебя получить прям максимально конкретные такие, желательно позитивные ответы. И первое, что хочу у тебя спросить, скажи, пожалуйста, сколько денег ты зарабатывал в момент, когда ты решил создать свой бизнес? Моя зарплата была 32 тысячи рублей. Это был мой доход ежемесячный. Какой год это был? Это был год 2001. Ого, слушай, это ведь было так давно. Это было 15 лет назад. Какой ужас. Это было очень давно. Это было очень давно. Скажи мне, пожалуйста, сколько ты проинвестировал своего времени для того, чтобы получить самые первые деньги? У меня были на тот момент, когда я, собственно говоря, нашёл в интернете себя, и на тот момент у меня были сбережения. Не так много. Я, по-моему, копил на мотоцикл. Накопил около 70 тысяч рублей. И ещё я привлекал, то есть я занимал средства для того, чтобы развить свой стартап. Здорово. А сколько времени прошло с момента, как ты вложил первые деньги, и как только ты получил первую прибыль? Первая прибыль, ну, первая прибыль, по-моему, нет, прибыль была, как бы она в первую неделю запуска у меня были какие-то средства, но так, чтобы уже серьёзно подсчитывать прибыль, наверное, в течение месяца, наверное, после месяца запуска у меня появились какие-то нормальные уже средства. Здорово. Скажи мне, пожалуйста, вот если ты помнишь, когда мы с тобой выбирали нишу, то сколько вариантов мы с тобой пересмотрели, прежде чем приняли решение остановиться на конкретной нише, которую ты, в общем-то, развиваешь по сей день? Да не помню. Я тогда, на самом деле, ещё до контакта с тобой у меня, наверное, было сотню перебранных ниш, которых я никак не мог определиться, потому что в каждой нише нуждались, ну, в каждой нише нуждалось в солидной сумме денег, и я сомневался и боялся что-то либо начинать, потому что у меня не было таких средств, вот, а с тобой, наверное, мы, по-моему, перелопатили, наверное, ниш 10, как я помню, где-то примерно, и на одной я определился, и, собственно говоря, очень довольный сейчас. Что это за ниша? Давай расскажем, откроем секрет. Да, обыкновенная ниша. Еда для людей. В пиццерии есть. В пиццерии, замечательно. Я сейчас открою небольшой секрет, да, то, что начали мы с тобой именно с домашней пиццы, да, у нас с тобой была самая простая домашняя доставка пиццы, и вот сколько у нас времени с тобой прошло, как только ты перешёл из разряда домашней пиццы уже в офлайн, то есть когда ты уже начал зарабатывать хорошие деньги, ты помнишь? Да, я, наверное, на протяжении, наверное, полгода, нет, месяца 4, по-моему, я работал интенсивно в домашних условиях, а потом по чистой случайности мне сосед говорит, слушай, здесь вот ресторан заглох, ты не хочешь посмотреть, что там? Он понимал, что я дома всё это делаю, запахи соседей, все любили пиццу, я их всех угощал, вот. И я пошёл, договорился, и мне очень повезло с арендой помещения, я начал развивать это в офлайн. То есть сначала печь у тебя была дома? У меня, да, сначала всё было в домашних таких условиях, даже есть вот старые фотографии, где я как бы всё это делаю дома, сам. Но пицца была вкусная же, да? Да, она и по сей день очень вкусная. Ну, в общем-то, за счёт того, что она была качественная и вкусная, ты так быстро вырос. Скажи, пожалуйста, сколько заказов в день у тебя было, вот, ну, когда ты уже более-менее, скажем так, после первого месяца, сколько было заказов в день, и сколько заказов в день у тебя на доставку сейчас? Мы не берём сейчас твой ресторан, мы берём именно твою онлайн-доставку, сколько заказов ты делаешь сейчас и сколько было тогда? Я обычно всегда, ну, по твоим урокам же, почитывал, да, ежедневно почитывал, просто сейчас не вспомню, сколько в день. Я помню, что вот за неделю я продавал примерно 50 пицц на тот момент. То, что сейчас, сейчас, конечно же, это другие объёмы, сейчас у нас только доставка пиццы в день, мы продаём где-то около сотни. Здорово. Я знаю, что ты готов был поделиться цифрой, сколько ты сейчас чистыми зарабатываешь в месяц? Всё зависит, опять-таки, не день от дня, но в среднем, вот, за выручкой за прошлый месяц у нас было 3 миллиона 320 тысяч. Выручка или чистая прибыль? Это, вернее, да, чистая прибыль. Выручка, в смысле, я считаю это как чистая прибыль. То, что я вынул. Ну, то есть, это было круто, да, вложить там, выйти из зарплаты в 32 тысячи рублей в 3 миллиона 200 прибыли. 3 300, извини. Это как бы не то, что, вот, как ты в самом начале сказала, из грязи князя, как бы это немножко обидно звучит, но на самом деле так оно и есть, потому что, когда у тебя есть 30 тысяч рублей в месяц, ты во всём себе практически отказываешь. Я вообще, в принципе, не понимаю, как можно выживать на эти средства, вот, не видя, в принципе, тогда вообще ничего в жизни. Ты начал путешествовать? Ну, если сейчас? Ну, сразу после того, как ты начал зарабатывать деньги. Ну, да, первая моя поездка была как раз-таки после того, как я арендовал помещение, вот, наверное, вышел на какой-то уровень там более-менее стабильный, где-то, наверное, первые полгода мне пришлось там попотеть, и сразу же я уехал на зиму, на зимовку в Таиланд. Круто! Скажи мне, пожалуйста, ты после того, как первый раз почувствовал вкус денег и понял, что вот оно, можно путешествовать, можно куда-то ездить, вот что произошло с твоим сознанием? Тебе захотелось ещё больше зарабатывать денег? Или что тебе захотелось? Обрести стабильность? Или ты пожалел о том, что ты не сделал этого раньше? Или ты благодарил Бога, что встретил меня? Вот в двух словах скажи, что за эмоции ты пережил? Мне кажется, я даже не смогу найти правильных слов, чтобы описать именно это состояние, потому что именно этот момент сознания, когда я перешёл из разряда нищего человека, я по-другому не могу сказать, и когда у меня появились средства, а средства, это как правило, это возможности, наверное, я просто ощутил какую-то, не знаю, трансформацию, что ли, потому что я, в принципе, как человек стал меняться, даже знакомые друзья заметили это. Ну, не к тому, что я стал, ну, не к тому, что я стал, там, зазнаваться как-то, нет, я просто чаще стал бывать в каких-то общественных местах, ну, я имею рестораны и такие заведения, у меня появился большой круг знакомых, то есть, наверное, не имея этих возможностей, средств, я бы, наверное, не узнал в жизни вещи, которые доступны только, когда у тебя есть какие-то материальные возможности, скажем так. Конечно же, я благодарен тебе вообще, в принципе, в участии в моей жизни, потому что, если бы не твой пендаль на тот момент, когда я встретился с таким замечательным человеком, как ты, я бы, наверное, ну, не знаю, я бы, наверное, очень долго шёл, потому что благодаря тебе у меня получилось гораздо всё быстрее, как мне кажется, и спасибо тебе, короче. На здоровье. Скажи, пожалуйста, тебе тяжело было со мной работать? Да нет, конечно, это, как, может быть, тяжело работать. Наверное, тебе, скорее всего, было тяжело со мной. Ну, то есть, скажи, пожалуйста, вот, когда ты был в найме, и тут вдруг тебе пришлось руководить, организовывать всё самому, вот, что ты испытал внутри себя в этот момент? Ну, наверное, на первый взгляд, это всё было как хаос какой-то, какой-то сон, постоянная какая-то круговерть, и вот эта вот центрофуга, которая крутится, да, столько задач, приходилось принимать решения быстро, и практически иногда не думая, и я даже зачастую выявляю формулу, меньше думаешь, быстрее действуешь, да, гораздо эффективнее, чем долго думаешь и не действуешь, скажем так. Сколько тебе сейчас лет? Мне сейчас, сколько лет мне сейчас? Можно я скажу, сколько мне сейчас биологических лет? Ну, ты скажем так. Мне всегда 25. Я поняла, хорошо, не будем озвучивать, но тогда такой у тебя вопрос. Как ты считаешь, в каком возрасте должен быть человек, который хочет создать свой собственный бизнес? Я считаю, что вообще, в принципе, здесь нету никакого возраста. Бывают дети гораздо эффективнее создают бизнес, и как вот сейчас практика показывает, тинейджеры делают бизнес, на самом деле. И я иногда даже завидую им, потому что они быстрые, резкие и не боятся ничего. Поэтому здесь даже, да хоть в пенсионном возрасте, можно какой-то бизнес делать. Я считаю, что бизнесу, как и в любви, все возрасты покорны. Ну, то есть, как ты считаешь, человек, который вышел на пенсию, он может создавать бизнес без страха, боязни, что у него что-то не получится? Со мной, конечно же. Думаю, от страха избавиться никто не сможет, пока не начнет. Пенсионер, да, на практике, я думаю, не только я могу сказать об этом. На практике есть куча примеров, когда люди в свои какие-то 50-60 лет начинают жить иначе, потому что что-то у них там получается по-другому, они начинают заниматься какое-то предпринимательское действие или начинают какое-то творчество. Ну, то есть, я считаю, что, конечно, можно. Не то, что можно, наверное, нужно, если это нужно человеку. Но отец твоего брата тому пример, насколько мы с тобой обы знаем, да, который 58 лет стартанул свой собственный бизнес. И, в общем-то, вышел в хорошие цифры. Да, он всю жизнь проработал в столярном цеху, и вот, собственно говоря, когда я ему рассказал тот пример, про который, собственно говоря, ты рассказывал, что вот там столярный цех парень открыл, и я говорю, слушай, ну вот у тебя же руки-то есть, а голова тем более. И человек просто вдохновился от моих слов и пошел делать бизнес. Ну, замечательно. И давай напоследок, что ты можешь сказать людям, которые, как когда-то ты был по ту сторону экрана, сидят сейчас, слушают нас с тобой, и им, конечно же, сложно поверить, как можно из 32 тысяч рублей шагнуть в три с лишним миллиона рублей. И, конечно, для них все это сейчас непонятно, странно, чуждо. Вот что ты им можешь пожелать, и как ты их можешь наставить на путь истинный? Скажем так, я не наставитель, и сказать им, что нужно делать, наверное, по личному примеру. Вот что бы мне ни говорили, я все равно боялся. Как бы я ни смотрел там именитых спикеров, которые говорили, делай бизнес, делай, и у тебя все получится. Я прочитал кучу книг, там, Руберта Киасаки и так далее. Сколько бы знаний у меня не было, от страха избавиться невозможно, пока не сделаешь первый шаг и не начнешь действовать. Поэтому в моем случае просто надо действовать. Игорь, спасибо тебе большое, я очень рада, что ты нашел время, ты обещал, что, конечно, для меня ты его всегда найдешь. Встретиться, правда, не получилось, но надеюсь, что видеоинтервью мы с тобой запишем еще как-нибудь обязательно. И, в общем, я рада, что ты стал успешным учеником, точнее, уже успешным предпринимателем. Спасибо тебе за твое время и за то, что ты такой большой молодец. Да, спасибо тебе, Изабелла, удачи всем, всего хорошего. Все, пока-пока. Пока-пока.